Вопрос о бюджете города Сочи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов стал ключевым на заключительной сессии городского собрания Сочи. Мы впервые принимаем бюджет этого года в таком объеме 14,8 миллиардов рублей. То есть это показывает, что очень хорошо отработали профильные департаменты и мы сразу же уже заложили средства на способ финансирования на конкретные объекты на следующий год. В основном это школы, это детские сады, это участие в программе «Безопасные дороги» и другие, другие, другие. Более 75% бюджета заложены на социально-культурную сферу. В следующем году начнется строительство четырех новых школ и четырех детских садов. Также начнут решаться вопросы по газификации отдаленных поселков. Бюджетные средства заложены и на реализацию 26 муниципальных программ, а также на софинансирование в краевых и федеральных программах. Мы благодарны депутатам за то, что они поддержали. С самого начала, с сентября месяца мы работаем с населением. И все эти задачи, все эти просьбы, которые высказывало население, они учтены в этом документе. Еще один важный момент озвучил на сессии депутат Государственной думы Константин Затулин. В соответствии с принятыми поправками в закон о защите окружающей среды, теперь у Сочи появилась возможность строить мусороперерабатывающий завод за государственный счет. Всем понятно, что без создания такого завода мусорная проблема в Сочи не будет решена. Она сегодня решается палеотивно, не так, как следует. Она решается с большими проблемами, что вызывает, конечно, у населения массу всяких нареканий. Мусор из Сочи сегодня доставляют спецтранспортом на Белореченский полигон. Путь занимает 8 часов, а с учетом пробок и того больше. Из-за задержек возникают временные перевалочные пункты, и это вызывает не только нарекания от населения, но и влечет за собой экологическую проблему. Также наметились изменения еще в одном важном для города и региона в целом вопросе – очистке русел рек. Из-за того, что все полномочия сосредоточены на федеральном уровне, муниципалитеты не вправе самостоятельно проводить профилактические противопаводковые мероприятия. Убрать завали в русле местная администрация может только в случае состоявшейся чрезвычайной ситуации. Константин Затулин внес предложение разрешить муниципалитету предупреждать затопление. К слову, Госдума уже приняла решение, что грунт, извлекаемый из рек, можно использовать для берегоукрепительных и водоохранных целей. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.